Ещё раз всем привет. 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 С вами Светлана, да? Юль Берас, ты? Прихорошилась для фотографий. Оу, еее. Всем привет, мои хорошие. Доброго утра. Отличного дня. Удачи во всём. Короче, друзья мои, идём сейчас с Ашкомом на рандеву. Хочу показать вам, что я быстро ему приготовила на завтрак. Вот этот салатик. И что я, почему я хоть сняла это видео. Вот оливки двух видов, сыр двух видов. В общем, друзья мои, мне так понравились вот эти сосиски. Смотрите, какие сосиски. Сколько здесь грамм? 500 грамм. Очень вкусные. Смотрите, вот какие они. Супер. Так что покупайте, кто живёт в Турции, вкусные куриные сосиски. Друзья мои, хочу показать вам, чем я пользуюсь, как проходит моё лечение по акте, такое интенсивное по уходу за волосами. И вот компоненты основные. Это агава. Вы знаете, что я думала? У меня же агава два куста на балконе. Может мне сок с него выжать и втереть волосы в корни? Как вы думаете? Посоветуйте в своих комментариях. И вот такой бальзам. Ну, не знаю. Вот и волосы так легко расчесываются. И этот. Вот смотрите, ещё что у меня есть, что я набрала раньше. Вот это вот из козьего молока кондиционер. Тут написано кератин, что-то. Кондиционер с кератином. Вот столько чего у меня есть. Ещё я половину отправила дочери. Тони Гуй. Вот такой кондиционер есть для волос. Я купила очень много чего. А вот и такой вот маска. У меня такая серия была. Есть. Покажу вам сейчас и сыворотка, и это. Ну, это крем для скраб. Вот такой вот я поначалу купила. Ну, да, легко расчесывается. Нормальная вроде бы. Не так довольна. Ну, а это у меня скраб для лица. Так, ну, вот это у меня, это у меня Мерикейм скраб для рук. И вот вот эти вот капсулки. Так, у меня полотенце целое. Люблю здесь сразу раз, кто придёт, чтобы не спрашивал меня. Дайте полотенце. Вот смотрите, Ивруши. Видите? Вот такие вот капсулы. Франция. Рекомендую. В Турции они стоят в магазине 150, но есть скидки. И я вот то, что купила очень много, мне дали со скидками. И вот посмотрите, вот такие ампулы. Последняя, видите, доза осталась. Я просто после того, как приму душ, после того, как высушу волосы, начинаю, вот тут вот написано, всё нарисовано, как это делать, мои хорошие. Посмотрите, видите? Разделяю на проборы и просто вот капаю обильно. И именно нужно дозу использовать, вот такую дозу. Вот осталось у меня чуть-чуть. Ну вот это Enjoy сыворотка. Очень хорошая. Я смазываю кончики, не знаю, помогает или нет. Это у меня тоже так давно вот это. Ну вот это для лёгкого расчёсывания, для защиты фенов, там всяких, солнца. Ну а это вот пенка. Пенка. Она выпрямляет волосы. Ну я так делаю, когда укладку. Чем я пользуюсь для ухода? Вот я снимаю такое молочко у меня. Вот у меня лосьон такой, L'Oreal. И вот молочко уже заканчивается. Такой, таким начинала я. Когда я купила шампунь, крем для, после душа, для волос и пила ампулы, мне в подарок вот дали вот такой вот лосьон. Представляете, какие подарки дают? Вот, это лосьон для лица. И когда я открыла только карту, мне дали вот такой крем для лица. Я сейчас им пользуюсь и посмотрю, перейду вообще. У меня вот такой вот, да, вы видели, сам я покупала. Ну, моя подруга говорит, что он делает морщины. Я не знаю, закончится. Вот такой у меня ещё есть ночной Диор. Диор у меня ночной уже заканчивается здесь. И под глазами тоже такой маленький Диор заканчивается. А, и вот эту сыворотку взяла, неутрогеный. Я знаете, как делаю? Сначала её капаю, а потом вот этим кремом или этим кремом. Вот такая вот краска. Я сейчас объясню. Натуральная Сач Бояси. Десятый номер. Это увидите, какой потом. И что я хотела вам показать ещё. А, то, что она итальянская. Итальян материал, из итальянских материалов. Я вот сколько раз ей уже пользуюсь. Наверное, третий или четвёртый раз. После того, как сожила свои волосы. Она без аммиака. И вот к ней вот такой вот шестипроцентный. Взяла две штуки, чтобы у меня было в запасе. А то постоянно уже цвет подобрала. Уже хочу не такой белый, а тёмный. В общем, мои хорошие. Вот волосики и помыла. Ладно, побежали мы. А турну из них надо делать. Рандеву есть у нас. Пока-пока. Напишите в комментариях, пожалуйста, можно ли мне сейчас использовать эту краску. или нужно ещё подождать. Буду ждать вашего совета. Бежим на рандеву. Осталось 7 минут или 5, или 4 меньше. Знаете, как хотели пойти пораньше, взять талон. Но сейчас позвонили нам в офис и сказали, точно приходите в назначенное время. Поэтому мы не торопились. Ну, а сейчас бежим, бежим. Дай Бог, чтобы всё получилось. Друзья мои, сегодня я была на рандеву. Я очень довольна. Чем я довольна? Во-первых, всё было организовано на высшем уровне. Я уже четвёртый раз продлеваю турную изны, временную прописку. И первый раз встретилась с такой ситуацией. То есть мы... У меня было назначено полтретьего. Я пришла полтретьего. Мои документы проверили там в коридоре. Девушка там раньше была на четвёртом этаже, сейчас на первом этаже. Вся процедура проходит. Она проверила мои документы, выдала мне номерок. И там есть комната ожидания. Слава Богу, они так, как раньше мы сидели в коридоре переполненном. Там, наверное, было человек, может, 6-8. Ждала их. Ну, сказала, что мне надо подождать. Два человека передо мной в очереди. Я подождала. Потом провели меня в комнату. Там было три стола. Всё спокойно так. Всё организовано. Вообще, как никогда. Значит, проверили все документы. И там нужна была какая-то ещё справка о зарплате моего мужа. Он же пенсионер у меня. И вот он быстро пошёл. Заплатил за два года около... Значит, 110 лир заплатил за корочку. И 850 чем-то заплатил за прописку. Это за два года. Я не знаю, что это входит туда. И вот он пошёл, заплатил, принёс чек и какой-то ещё документ, справку. В общем, ещё понадобилось мне там... Я смотрела ксерок с моего загранпаспорта. Ксерок с моего мужа паспорта. Адрес места жительства моего. В общем, куча документов, которые взяли от моего мужа. Эдевлет. У каждого есть гражданина. И у меня тоже эдевлет есть. Раз я замужем, здесь мне муж открыл. Там входишь и всё. Вся информация обо мне можно получить. Также вся информация о моём муже. И вот оттуда он распечатал. Вот эта девушка, сирийка, распечатала в офисе документы. И мы ничего не делали. Только заплатили 70 лир. Она всё подготовила. Так вот, полчаса. Мне нужно было подождать, пока мои документы всё заполнят. И мы завершили эту процедуру. Заплатили. Мне дали время на такой лист бумаги. Надеюсь, что через неделю, 10 дней придёт моя турная из них. Вот с вами хотелось поделиться этой информацией. Надеюсь, эта информация была полезной. Пока-пока. С вами была Светлана Ата. Смотрите, какой хозяин готовит балкон к летнему сезону. Я его попросила. Он говорит, что дождь, то снег, то дождь. А я, посмотрите, начала чем заниматься. Посмотрите, что я делаю. Короче, вот эти вот глазички провела в порядок. Палочки мы нашли с Ашкема вчера. В общем-то, землю купили. Это всё посрезала. Вот эти вот, что проросли, у меня хочу так рядами красиво сделать. Поменяла, короче. Там свежую земельку. Вот этот цветок, что он мне Ашкем подарил. Он начал портиться. И я решила всё это поменять землю. В общем, вот такая у нас подготовка к весне идёт активная. Посмотрите, сколько у меня цветов. Весь балкон. Дорожку надо отнести на стирку. Вот ещё цветочки, вот ещё цветочки. Вот мой Ашкем весь заработался. Чок, чок, Юралдун. Сейчас его пузико не будет. Ахерец. Молодец ты, молодец, Ашкем. Погода такая немножко пасмурная. Но, знаете, тепло. Приятная погода. Сейчас буду скоро готовить обед. Голубцы хочу сделать с листьев винограда, мясные. Покажу вам тоже. Ну, вот Ашкем подготовил всё к окраске. Как будет погода, займётся этим. Ну, а я привела в порядок мои цветочки. Везде подсыпала земли хорошие, везде добавила. Поковырялась в земле чуть-чуть. Оживила землю, пустой дышит. Вот эти вот цветочки у меня. Такие красивые глазички у меня. А вот это, посмотрите, чтобы выросла у меня семена, проросли. Я их вот так вот сделала рядочками. Разные-разные. Хочу красиво, чтобы была красивая клумба. Ну, а здесь по мере прорастания вот на подходе эти будут. Пересажу их сюда потом. И эти. И тут кое-что. Вот этот цветок у меня болел. Мы купили лекарство на ярмарке. Я его подключила. А вот, пока переставила все сюда, будем ждать, пока эти прорастут. Это что-то, что-то, какой-то болит. Уже начинает прорастать. Представляете, розочки мои тоже взялись. Первый раз у меня розы. Видите, мои колеси такие. Ну, и здесь тоже я пока раз, представляете, эти цветы вот эти кушают птички. Я их всех поотрывала. Короче, привела в порядок. Ну, и эту глазичку поломался, цветочек. Ну, в общем, на сегодня достаточно. Завтра продолжим, если будет погода. Ну, а я пошла готовить ужин. А что будет на ужин, смотрите дальше. Мои хорошие, что я сегодня готовлю Ашкэму на ужин? Сарма. Представляете, я зареклась когда-то, что я никогда не буду ее готовить. А сегодня решила приготовить. Цветами занялась. И вот приготовила такую мусарму. Что я могу сказать вам? Я сделала 57 штук. В течение 20 минут накрутила. Если вы хотите подробный рецепт узнать, проходите, заходите на плейлист готовлю дома. И там вы увидите этот рецепт очень скоро. А я себе приготовлю... Сейчас покажу, что. Пускай готовится. Ну, а себе я сделаю из одного бурака и одной морковки, соленых огурчиков, лука, зелени, такой винегрет без картошки. Все вы знаете, как делается винегрет. Только без картошки. Все нарезала. Помешаю, посолю, поперчу. И мазаю оливковым маслом. Так, ну что? Голубцы готовы. Сейчас будем накрывать на стол. Наш ужин готов. Чорба мерджимик. Я так положила. Чорба мерджимик. Салат для шкрима весенние сроки. Для меня винегрет, потому что он не любит такой салат. Обязательно йогурт. Не ему. Ну, зелень, конечно. Много лука. Сейчас надо с вирусом. Профилактика от вируса. И, конечно, горячая сарма. Вот такой вкусный мерджимик суп. Пошли мы кушать, мои хорошие. И кто любит остренькое, конечно, горький перец. Это я. Продолжение следует.